всем привет дорогие наши друзья и гости нашего канала я тут спряталась от ветра у нас очень сильный ветер на улице холодно 3 градуса ночью шел дождь все сыро ну и ветер прям такой хороший в общем но дождливо обещали снег дождем но снег так и не полетел вам желаем отличного настроения всего вам самого наилучшего огромное спасибо что вы с нами находите для нас свое драгоценное время огромное вам за это спасибо в этом ролике я хочу немного пояснить такую ситуацию мы выпустили ролик позавчера по поводу того то что мы будем продавать свой дом комментарии конечно очень много было написанных ну кто-то поддержал кто-то не понимает почему там и в связи с тем что там цыганский табор в общем мотаемся в этом ну и так далее я поняла я знала что будут такие комментарии поэтому я к этому отношусь абсолютно спокойно саша там немного колотит занимается поэтому посторонний будет шум хочу ответить для наших новых зрителей которые не все ролики наши видели и думают о том что мы купили вот этот дом который краснодарского края за материнский капитал или с участием привлечения материнского капитала отвечу вам сразу нет то что вы там думаете и пишите что мы там решили там обналичить материнский капитал нет это том куплены за наличные средства без какого привлечения материнского капитала он здесь вообще никаким боком никаким краем в общем он тут не присутствует сделка у нас проходила в мфц в день нашего приезда то есть мы приехали в 6 утра на поезде из омска сюда в кавказскую ну вот мы приехали перекусили помылись и в общем поехали в этот же день сразу в мфц то есть мы даже не отдохнули с поезда никак мы также с продавцами этого дома приехали в мфц есть там небольшой такой фрагмент ролика в самом началах нашего пути ютуба и в общем эту сделку провели мы приехали домой передали денежные средства и все то есть это происходило как ну вот сразу никаких там каких-то сертификатов и тому подобное здесь дети никаких долях они не участвуют абсолютно то есть этот дом мы вообще по документам он один собственник и как бы никаких обременений ограничений ничего здесь не наложено я ко всему спокойно отнеслась по поводу таких комментариев что там обналичить материнский капитал и будет нам трудно продать потому что ну я понимаю что многие зрители об этом не знали что ну вот он куплен за наличный расчет дальше по поводу того что у дима была аллергия и у каролины что это наследственное нет это не так я имела ввиду что у меня паническая атака засыпать по поводу отека вот этого квинки объясню чуть-чуть подробнее дима был маленький он за температурил и ему поставили свечи цификот от этих свеч ну вот от этой свечи получается господи от этой свечки у него произошел резкий вот аллергическая реакция произошла это резко и мы вот вызвали скорую то есть все нас как бы сразу нам сказали свечи и вот которые жаропонижающие нам они не идут все больше у нас у димы никакой аллергической реакции ни на что нет у каролины вот это вот то ли крапивница то ли что то есть мы будем конечно это все обследоваться будем проходить я не всегда конечно все показываю потому что там каждые частые походы в больницу но иногда нашим зрителям это надоедает хотя мне многие говорят марин снимай все подряд но я стараюсь как-то немного разнообразить ролики и по поводу того что каждый раз ассоциироваться на том что мы болеем и болеем и постоянно вот эти вот аптеки лекарства в больнице да все сейчас болеют у всех сейчас тяжелое время поэтому и каждый раз нагнетать обстановку то тоже как бы не хочется поэтому конечно мы будем выяснять причину вот это то что я задаю зодок зодок наверное в общем это лекарство неправильно наверное ударение поставила ну ладно мысли в кучу на собрать и у каролиночки два дня подряд в общем никаких нет высыпаний абсолютно она как бы весь образ жизни происходит все то же самое то что ну вот я рассаду убрала с нашей комнаты с комнаты детей и ну по крайней мере пока все хорошо зубную пасту мы заменили купили в аптеке ветреная общесильная погода я вот пока записываю чуть-чуть и там сколько там пару минут без очков не вижу и уже это руки займутся еще раз вам отличного настроения всего вам самого наилучшего и сейчас на данный момент очень много нам пришло сообщений по поводу того что будем ли мы закрывать youtube и так далее нет youtube закрывать мы не будем мы будем дальше продолжать снимать потому что очень много на ютубе роликов как мы к чему стремимся как наша жизнь как наши дети растут и как меняется все поэтому youtube мы не бросаем мы продолжаем дальше снимать надеюсь что это будут каждодневные влоги как и раньше все то же самое поэтому мы никуда не уходим ничего не испугались мы остаемся с вами спасибо вам большое что вы с нами и саша очень как-то давно он создал яндекс цен на канале или какой-то правильно называется в общем если что ссылочка будет в описании как там вообще все делать это делал саш я вот его еще более менее умею работать с youtube то есть научилась сходила сейчас управилась стою и думаю то ли козу выпустить погулять то ли нет конечно сыра везде сена ей сходила дала все как бы она спокойно стоит у себя но она сегодня не в сарае а там в загоне ночь ночевала там вот и стою и думаю то ли выпускать или не выпускать тучи конечно ходит на данный момент ходит тучи и сейчас есть но дождя пока нету все сыра конечно он рыжики уже погуляли в туалет сходили и в коридоре они сейчас коридоре маня тоже что еще хотел сказать по поводу животных у нас комментариях спрашивают конечно мы никуда на произвол судьбы не бросим не уедем просто так не оставим обязательно что-нибудь придумаем куда-нибудь пристроим по поводу больших собак на этой тоже будем думать тоже будем думать вас потому что ну как в будущие например покупатели которые в будущем будут они могут приехать со своими животными и зачем в принципе потому что многие сейчас со своими животными переезжают собой мы заберем рыжиков обязательно и чарль заберем пони у нас уже вчера забрали приезжали привезли ребятишкам гостинцев наши тоже зрители из нашей станицы живут они вот в червоном забрали боню сказали на видео так нравится как она и лапку подает в общем найденыша которого мы нашли которую мы нашли на трассе в общем ее вчера забрали так что она в хороших и надежных руках у них две собаки и горит это же три кошки в общем вот так светланиных конечно кошек тоже тимофей правда просит тигрушу привезти но будем думать вот эти клетки перевозки которые или как клетки называю господи перевозки для котят будем думать будем думать потому что оля поедет на поезде и я думаю что но что с животными где-то вот в билетах вагонах мы все это узнаем всю эту информацию на сайте ржд все посмотрим и в общем но такие вот перевозки они недорого стоят поэтому но питание как бы все конечно будет но и собаками будет поэтому не переживайте просто так мы их не оставим я понимаю что у нас мы приехали нам достались две собаки цезарь цезарь и найда насколько я боюсь наши зрители в самом начале знают о том что я боюсь собак я их очень сильно боюсь меня собака в детстве очень сильно попусала поэтому у меня этот панический страх когда я например одна но когда я нахожусь детьми и есть собаки которые начинают вот знаете стороны пятки например вот кидаться лает я начинаю уже все все брать себя в руки и стараться чтобы ну на детей не кинулась и как бы на меня тоже в общем защитная реакция какая-то происходит а когда одна еду и собаки ой я трусиха еще такая я другой раз стану вот так вот как этот оловянный солдатик и не знаю то ли двигаться то ли чё потом начинаю себя более-менее успокаиваться я знаю что нельзя показывать что ты боишься собак но все равно тем не тем временем тем не менее собаки у нас остались конечно я могла бы сказать нет забирайте собак не надо мне их на территории то есть саша мне предлагал говорил ты же боишься собака там две большие собаки давай как бы ну там маленького щеночка возьмем ты уже будешь он будет расти ты привыкнешь но тем не менее я все равно согласилась их оставить и по крайней мере они вот второй год уже с нами живут все хорошо обязательно что-нибудь придумаем просто так место мы же не собрались прям сегодня-завтра уезжать поэтому все будет впереди я обязательно все на канале расскажу скажу как и что в общем кто где будет пристроен и еще раз повторюсь вам по поводу сейчас той ассоциации которая идет блокировки ютуба мы не боимся этого абсолютно мы как снимали так и будем снимать но если совсем youtube закроет ну как говорится есть другие площадки где мы с вами увидимся чтобы совсем не потеряться конечно кто за нас переживает и кому мы уже настолько привыкли то есть кто к нам уже настолько привык а дело в том что там монетизация зарплата нас это как бы особо ну не будет не будет господи мы все равно не особо-то жили на зарплату ютубу поэтому за счет ютуба мы не жили у нас ничего не меняется просто немножко уменьшится доход уменьшится доход на ютубе там рекламодателей с которыми ну то есть мы сотрудничали которые с нами сотрудничали ничего на этом жизнь не заканчивается поэтому все абсолютно нормально я к этому спокойно отношусь мы продолжаем дальше будем дальше снимать и радовать вас нашими достижениями нашими успехами нашими какими-то неприятностями потому что без них никуда в общем все как обычно меня потерял рыжик уже прибежал мякает в общем мы пошли домой пойдем всем отличного настроения наши зрители написали в комментариях попросили показать потолок в детской комнате я легла на пол чтобы вам показать потому что но его так особо ну не могу заснять сейчас я вот в таком его виде покажу это у нас в детской комнате обошелся нам где-то в районе по-моему около 15 тысяч она включи пожалуйста свет у нас здесь точные светильники два выключателя получается 1 выключи вот так получается один здесь выключается и один дня не выключай пока и вот там и также эти два местами меняются воля переключи вот так оля мне тут помогает вот так у нас тут получается четыре точечных светильника и потолок у нас выглядит вот в таком ребятишкам очень понравился выбирали они сами сначала хотели выбрать по-моему космически что-то такое а потом вот увидели парни предложили кто занимается потолком предложили вот такой вариант ребятишками они сразу согласились но нам очень нравится вот такой потолок фотопечать ну все в принципе вроде бы все показала каролинка со мной бегает пока пока зашла я проверить птицу до яйцо посмотреть так я в принципе уже все сделала у них корм есть вода есть как бы у них тут все нормально то что вот указы сходила управилась его вот уже видео записала у нас такое видео получилось с вами видео болталка хотя конечно сегодня очень много у меня уже сделано сделал но их вы увидите уже в следующем видео по поводу еще то что там огорода мы не будем заниматься участком то что задумали переезд нет это не влияет вообще абсолютно не как связано с переездом мы будем заниматься огородными телами посадками высадками уборка территории то есть облагораживание все 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 то же самое как вот жили мы до этого то же самое мы будем делать и садить огород и выращивать рассаду все 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 полностью все так же почему козу я продаю потому что но вот мы приняли решение она у нас одна покрывать ее и потом ну как бы уже настолько мы привыкнем к ней когда она уже будет например вынашивать ждать когда она катится это настолько придет привыкание что мне будет тяжело с ней потом расстаться жалеть нельзя нельзя жалеть хозяйство перед продажей абсолютно этого делать нельзя я об этом не знала мне вот уже подсказали об этом поэтому чтобы на том этапе конечно мы привыкли мы привыкли но пойдет она в семью туда где занимаются хозяйством где у них есть козочки козлы 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 говорю где у них есть козлы и в общем они занимаются хозяйством поэтому у них колоссальный огромный опыт и я за это нисколько не переживаю сейчас она у нас пока находится потому что мы договорились что до выходных там субботу или воскресенье и заберут данный момент у нас сегодня пятница поэтому чтобы совсем сильно не привыкнуть с обоим ее конечно не заберем и не увезем вот поэтому мы приняли продать ее куры куры еще пока живут петухов мы драчуна не знаю куда его деть но скорее всего наверное либо пойдет на суп потому что он обижать уже стал и венечку и сибирского петуха начала бежать то есть он такой задира прям кидается на всех подряд в общем саша говорит у него что бешенство горит или он почувствовал себя таким ну что подрос хозяином и начал себя тут вести в общем территорию свое определяет поэтому если он будет других как бы курей там или петухов добивайте но что вот так до крови мы его конечно ликвидируем как бы там не было уберем у нас осталось петухов так и три четыре пять пять у нас петухов но печи старого я не считаю потому что мы его точно никуда девать не будем он нам достался при покупке дома поэтому ну вот он и останется когда будем уезжать либо он останется будущим жильцам нашего дома не захотят значит мы ну кому-нибудь его передали в общем вот так на суп мы его точно не возьмем и не будем его ликвидировать а так все остается на своих местах дима мучиться до конца года однозначно он закончит первокласснику да мы его дергать не будем в общем вот такие вот у нас такие новости в общем болталка длинная получилась я знаю что многим не нравится но мне хочется с вами высказаться потому что я когда отвечаю в комментариях на такие вопросы они очень часто попадаются то есть постоянно постоянно поэтому мне проще записать для вас видео ответить уже самой лично вам как лица лицо в лицо вы на меня там смотрите я на вам отсюда записывают в общем ну как то вот так всем отличного настроения всего вам самого наилучшего самое главное здоровья вам крепкого берегите себя и своих близких на этом мы будем с вами прощаться увидимся мы с вами в следующем видео до новых встреч пока пока пока